Продолжение следует... Продолжение следует... Диана Муслимова о главных событиях города и региона в материалах наших корреспондентов. Продолжение следует... 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 Роспотребнадзор принимает активное участие во всех профилактических мероприятиях. В первую очередь обследуются все очаги заболевших, определяется круг контактных лиц, и все контактные лица подлежат лабораторному обследованию и помещаются под медицинское наблюдение. Дальнейший контроль за которыми осуществляют уже органы внутренних дел. Почему у нас такой вот за последние сутки прирост наблюдается в лабораторных исследованиях? Здесь мы смотрим, сколько же... Здесь контактные лица сюда входят. Это у нас попала одна из школ, где заболевшая посещала... Один день была, поэтому попали все учащиеся вот этой школы с 5 по 11 классы. Медицинские работники делают заборы путем по дворных, скажем так, обходов, посещают на квартире, берут под медицинское наблюдение и делают лабораторные, направляют уже в лабораторию для проведения исследований. На сегодняшний день у нас, кроме лабораторий Роспотребнадзора, работает еще и лаборатория государственного учреждения здравоохранения, клиническая диагностическая поликлиника номер 2, что значительно сняло напряжение на лаборатории Роспотребнадзора. И пока таким объемом мы справляемся. Сейчас нам подали документы еще две лаборатории, которым проводится их обследование. Там одно по устранению замечаний и по второй проводится. И может быть, это еще снимет нагрузку по таким вот здоровым контактным лицам. Кроме лаборатории проверки, мы осуществляем, ну, это нельзя сказать, что контрольно-надзорные мероприятия, а просто, скажем, консультационную помощь при работе наших инфекционных стационаров. И планируем их к открытию коек, и те, которые уже приступили к работе. Ну, все, значит, контактные лица уже говорили об этом. Если нет признаков инфекционных болезней, признаков ОРВИ, на 10-й день берутся у них мазки из носоглотки. И при отрицательных результатах на 14-й день после начала карантина такие лица снимаются из-под медицинского наблюдения. Сегодня проходил селектор Минздрава России, где министр здравоохранения Михаил Арбертович доложил о том, что порядок разработан Минздравом. Сегодня он будет доведен до Министерства комитетов Департаментов здравоохранения и субъектов Российской Федерации. И мы сдадим свой локальный нормативный акт, и начнется выплаты тем сотрудникам, которые непосредственно участвуют в оказании помощи заболевшим коронавирусной инфекцией. То есть это ближайшие дни. У меня вопрос к Ольгии Владимировне. Мы в субботу ходили с вашими сотрудниками, такой, можно сказать, мониторинг осуществляли, как у нас заведение омщепита выполняет указ. Но тогда еще невозможно было применить никаких мер, не было даже понятно, по какой статье, кодексу их можно наказать и штрафовать за то, что они не закрываются. Как сейчас это дело обстоит, проработали ли какие-то меры, которые можно применять к тем заведениям, которые имеются. Да, меры проработаны, либо это мы будем, а тем более сейчас решаются вопросы, как бы по информации в СМИ кабинет министров одобрил эти поправки. Будем смотреть, наверное, Госдума сейчас должна быстро принять в кодекс об ужесточении мер. Есть две статьи, которые можно, кодекс об административных ответственности. Там, правда, небольшие санкции по этим статьям, но можно будет применять. То есть мониторинг будет осуществлять как органы внутренних дел с органами местных самоуправлений. И материалы, но сейчас еще дорабатываем, там окончательно, материалы будут нам передаваться для возбуждения административных дел. Либо это нашими сотрудниками, но именно чисто мониторинг с фиксацией, без проведения каких-либо проверочных мероприятий. 30 марта в Волгограде отменяется льготный проезд в общественном транспорте. Сделано это из соображения нераспространения опасной болезни. Помимо этих мер сокращено и общее количество рейсов. Как теперь ходит общественный транспорт в городе Героя, расскажем далее. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена неделя карантина, поэтому общественный транспорт Волгограда уменьшил количество рейсов, трамваев и троллейбусов. До следующей недели транспорт будет работать в режиме выходного дня. Почти все троллейбусы и трамваи заканчивают работу в районе 9 часов вечера. Эти меры направлены на то, чтобы волгоградцы придерживались карантина и максимально сократили выходы из дома. Анна Дребнева, Диана Бакулина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1». И в продолжение темы. На территории одной из воинских частей Волгограда строят госпиталь для больных коронавирусом. Эту новость обсуждают в одном из популярных телеграм-каналов. По информации телеграм-сообщества, в Волгограде на территории одной из воинских частей Дзержинского района развернуто строительство многофункционального медицинского центра. Предполагается, что все работы будут завершены до 30 апреля, и медицинскую помощь в госпитале смогут получить и пациенты с подтвержденным коронавирусом. Строительство ведут военнослужащие инженерных и железнодорожных подразделений. Стоит отметить, что подобные медицинские центры, по словам источников, строятся сейчас сразу в нескольких регионах. Всего по России их будет 16. На этих кадрах Петропавловск-Камчатский. Почти все проекты госпиталей типовые и рассчитаны будут на 50-100 пациентов. Больные будут лежать в боксах современного уровня. Основные работы на строительной площадке в Волгограде начнутся 6 апреля. На данный момент здесь готовят место под устройство монолитной плиты. В Южном военном округе эту информацию телеканалу «Волгоград-1» официально не подтвердили, но и не опровергли. Анна Дребнева, Диана Бакулина, телеканал «Волгоград-1». Волгоградцев освободили от пени за несвоевременную оплату коммуналки. К такому решению пришли ресурсоснабжающие организации по горячему и холодному водоснабжению. Учитывая вынужденные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и их влияние на экономическую ситуацию города, ресурсники отменили начисление пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, начиная с марта 2020 года. Кроме того, при оплате долга полностью абонент освобождается от оплаты пени за все предыдущие периоды задолженности. К другим новостям. Пока волгоградцы, как и россияне, обеспокоены главной проблемой – вирусом, другие, немаловажные, никто не отменял. В регионе начинается самое жаркое и самое опасное время. Обеспечение мер для снижения рисков возникновения природных пожаров, вопросы соблюдения безопасности на предприятиях, готовности сил и средств рассмотрели накануне в Волгограде на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Возглавил комиссию первый заместитель губернатора Валерий Бахин. С 1 апреля в Волгоградской области устанавливается период пожароопасного сезона, который продлится до 31 октября. В целях обеспечения безопасности территории в регионе разработан и реализуется комплекс профилактических мер. Уважаемые коллеги, на сегодняшнем заседании нам предстоит рассмотреть ряд вопросов, наиболее актуальных для региона весенне-летний период. Прежде всего, это вопрос о мерах по снижению рисков возникновения природных пожаров на территории Волгоградской области, готовности сил и средств территориальной и функциональной подсистемы РЧС к их тушению дополнительных мерах по профилактике гибели несовершеннолетних на техногенных пожарах. Этот комплекс мер включает в себя опашку территории, установку противопожарных барьеров, уборку несанкционированных свалок, покос сухой растительности, регулярные тренировки и учебно-методические сборы с участием руководителей органов местного самоуправления. Валерий Бахин поставил задачу главам муниципальных образований активизировать работу по всем направлениям. В рамках рассмотрения вопроса пожарной безопасности, отмечу, что на сегодняшний день количество пожаров превышает более чем в полтора раза аналогичный показатель прошлого года. Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области своим письмом от 2 марта этого года рекомендовала глава муниципальных районов и городских округов организовать комплекс мероприятий по проведению работ по ОКОСу, контролируемую отживу сухой растительности на территории населенных пунктов Волгоградской области. На данный момент на территории нескольких районов Волгоградской области работа еще не начата. Именно поэтому в начале совещания заместитель губернатора по видеосвязи опросил глав муниципалитетов по поводу проблемных моментов и поставил задачу все нарушения в кратчайшие сроки устранить. Я попрошу под личный контроль взять устранение нарушений требований пожарной безопасности в населенных пунктах. Настоятельно прошу. Большое внимание уделено профилактической работе с населением. С начала года работники противопожарной службы Волгоградской области провели около 4000 разъяснительных мероприятий. Организовано более 700 тематических встреч с коллективами предприятий, организаций, учреждений. Кроме того, на минувшей неделе в регионе стартовала противопожарная акция «Остановим огонь вместе», которая охватит 15 муниципальных районов. Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне, что ставит перед органами власти сложные задачи по обеспечению безопасности жителей, инфраструктурных и природных объектов. Именно поэтому даже в условиях пандемии так важна подготовка к весенне-летнему периоду. Анна Дребнева, Диана Бакулина, телеканал «Волгоград-1». Здравствуйте! Стоимость нефти марки Brent продолжает обвальное снижение. По результатам прошедшей недели котировки черного золота потеряли 8,3% и завершили торги на отметке 25 долларов 10 центов за один баррель. А с начала года североморский сорт нефти Brent потерял уже 60% своей стоимости. Международное энергетическое агентство накануне предупредило о сокращении потребления на 20 млн баррелей в день из-за влияния коронавируса. А это 20% от общего потребления, которое сегодня оценивается в 100 млн баррелей в день, из которых более половины потребляет автомобильный транспорт. Также на нефтяные котировки оказывают заявления экспертов, опрошенных агентством Bloomberg. Согласно их моделям, из-за резко упавшего спроса на черное золото, через три месяца в мире просто не останется свободного места для хранения невостребованной нефти. Поэтому в ближайшее время рассчитывать на восстановление цен на нефть не приходится. На сегодня это все. В следующих выпусках мы продолжим следить за самыми важными экономическими событиями недели. Спонсор финансового блока Акционерное общество «Финам». «Финам» инвестируйте грамотно. Мы меняем мир под потребности наших клиентов. В «Финаме» на ваш капитал работают высокие технологии и команда профессионалов экстра-класса. «Финам». Будьте успешным, оставаясь собой. Спонсор прогноза погоды ООО «Жемчужина» представляет рентгенодиагностический центр «Жемчужина». Цифровая рентгенодиагностика опорно-двигательного аппарата органов брюшной полости, головы и шеи. Флюорография с минимальной лучевой нагрузкой для взрослых и детей. 31 марта по области Волгограда пасмурно, но без осадков. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 15, плюс 19 градусов. Я современный и очень точный. Я вижу вас насквозь. Общение со мной максимально безопасно. Я рентгенографический комплекс в клинике «Жемчужина» на Металлургов 30А. Рентген до 10 вечера. Да. Звони 78 13 78. На этом наш выпуск завершен. Все наши сюжеты и программы вы всегда можете посмотреть на сайте волгоград1.tv, на ютуб-канале и в соцсетях. А если вы стали очевидцем ДТП, коммунальной аварии, беспредела чиновников или наоборот запечатлели на камеру мобильного телефона яркое и красивое событие, пишите нам на номер ватсап или электронную почту, а мы покажем ваши народные новости в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин